всем привет вы на канале наша жизнь в америке не лайфь смайла это феминистки собирает клуб феминисток так вот я знаю свои права потом у нас это физрук потому что это был раньше спортивный класс должен был везти этот же физрук тренер другой класс который называется что здоровье вот в результате он соскочил передал другому себе чувака на звуков тренеру ну в общем он просто физрук хоть класс и про здоровье ведет его физрук поэтому вообще он сказал что его основная позиция какую-то он занял по отношению к этому классу что главное чтобы мы были морально себя хорошо чувствовали и психологически здорово мы можем быть горит на любые темы которые сейчас у нас стресса все стресс проводит вот у кого какие вообще мы что-то пропитание не знаю что правило самовно и эмоционально но не пропитать я почему-то думал и он говорит типа штукой тут вот любая проблема мы готовы помочь мы готовы обсудить давайте говорить об этом но сегодня мы занимались йогой а ну до этого она роман стаде ночью на вуман стаде в общем только по ходу меня заботит тот вопрос что скоро сдавать работу и только я хожу и долгу в мозг типа я не понимаю вопроса я к девочкам этим к с которыми сижу рядом в девочке но объясните мне простых словах может быть горе ну у меня языка может не хватать но я же не говорил что я если они посмотрели дофига узнают а когда типа куда-то сдать я говорю так 11-го до 11 еще типа расслабся свободно ну и потом там под конец она решила уточнить кто себя как чувствует кто начал работать над тем что сдавать и потом она поняла что более непохранный работа она ведь вообще никто не начинал на руку поднял грия горе пока пытаюсь разобраться со смыслом вопросов времени это непонятно ну и в общем она говорит хорошо давайте над этим разбираться потом она у меня спрашивала сегодня не слишком ли быстро я говорю для вас и будет они говорю говорить это вы нормально почему хотелось бы уточнить в общем она мне помогла разобраться с первым вопросом сказала всем начать на эти выходные работать над этим вопросом потому что всего у нас в работе будет три вопроса на которых нужно дать три ответа по определенной системе который она придумала плюс в этой системе ты не просто даешь ответ а допустим твой ответ должен быть определенного цвета текст напечатан комент другого она говорит это мне помогает легче разобраться в вашем типы ну естественно это ничего от руки писать не надо это все просто нужно набрать в ворде или там кто в чем работает и в канву в этот наш общий сайт сбросить ей вот ну и в общем разбирались разбирались я еще после урока с ней осталась я подошла к ней говорю а по второму то вопросу она говорит сосредоточьтесь пока на первом но мне кажется она не в спину крестить будет когда я буду покидать этот крас в июне не дай бог не вернулась не вот но потом я пошел женскую раздевалку переоделась удобно комфортно одежда и пришла из рук в общем не все пришли в удобные комфортные одежды некоторые мальчики по приходите все равно джинсы вот ну все он сказал раздвигаем парты что раздвигаем парты и горит у кого чё есть как постелить кто типа ну на пол не хочет аж конечно заправку у сахар и со мной же подвергся у сахар не оказалось коврика и мы делили коврик на двоих как бы она забыла она ничего не взяла короче с собой вот он тоже там какой-то мат принес и потом он нам включил вначале мы вообще посидели просто в такой позе лотоса подышали глубоко там хорошо ну а потом как началось мы вставали позу собачки мы принимали козу кобры горе вставали в позу собачки принимали позу кобры разворачивали грудь сворачивали спину потом у меня защемило плечо я посидела потер одна поза мне вообще понравилось да просто нужно лечь на животное лицо вот лицом уткнуться в мат потом сахар кстати перестала делать в определенный момент она ну может быть она не стеснялась или что у нас же только две девочки в красе мы там то в позе бабочки то в позе блин собачки и вот просто лечь на этот мат вытянуть руки и расслабиться и так три минуты лежать в общем это поприснуть сейчас расскажу что у нас сегодня на последнем в общем делали мы это 36 минут я ту на в общем и там на пальцы только я вообще йога никогда не снималась ну и в конце всего этой фигни когда мы в там уже заключение опять посидели подышали он выключил все это и говорит ну что кто-нибудь будет заниматься это я бы не говорю только не я я не могу мне тяжело я там короче употела блин подумала как хорошо просто у меня было утром мысли не брать с собой спортивную форму а просто в спортивном пойти на занятия это распространено все ходят в тапках в кроссовках там в чем угодно я думаю пойду в спортивке на чем не бегать по этим раздевалкам не особо люблю всякие общественные места сегодня мне пришлось даже помыться в общественном месте потому что после йоги блин это был трендец понимаете как будто я перекопала более картошки поэтому я забилась в дальнюю город и душевую кабинку не кабинки душевой проход просто огромная вот такая вот душевая душевая на него так вот стоят как бы перегородки из перегородок висят эти дождики но я действительно прям вот еще с какого-то того времени с детства когда нас бабушка помню когда мы умели там были в бане вате общем я прям очень ненавижу эти всякие мероприятия общественные души банифоб да также я еще парикмахер скафов маникюров у нас прошла фобия так про потом нас начался чайу 2 момент это мой класс по ходу он становится моим любимым классом сегодня насчет пакета подошла спросил это другая я ждать и рулету другой я ее только в понедельник увижу начался класс значит перекрасом опять помнишь собачка это девочка что мы рассказывали которые с проблемами со зрением опять весь наш класс за любил ее собаку пока не идти на занятия и у нас сегодня была беременная женщина и мы должны были взять и не интервью поэтому интервью мы должны должны написать женщину ассистем приходил или нет она учится в нашем поле джина она беременна и вот ее нашли чтобы она отдала ой ну короче блин грустно интервью получилось потому что у нее от первого брака есть очень интересно в общем интервью состоялось 16 вопросов упаси просидела она с нами еще наверное на следующий день по это все закончилось потому что ну вы знаете у каждого своя жительная история но обязательно когда спрашивали вопросы не тот который прописан на бумаге то что нам всем раздали бумагу мы спрашивали если это очень персонально вы можете не отвечать но она как бы на все вопросы очень открыто опять же я говорю не стесняясь ничего не стесняя там обо всем говорила очень открыто в общем не есть дочь 20 лет у нее есть 10 лет и есть мальчик 5 девочка от одного брака мальчики уже от другого брака и сейчас она беременна девочка это очень долгожданная беременность потому что до этого они потеряют потеряли двух детей на больших срок она рассказывает об этом это эмоционально она сейчас беременна на пятом спорном месяце до четырех месяцев ей врач в общем он ей не разрешал ничего делать ну про ситуацию что лежать и все плюс она начала свой рассказ еще потом ей задали вопрос что типа извините интервью прошло как бы но мы спросили все вопросы по интервью но они там не особо интересная чем ваши родственники подумали когда вы берем учет интересного в таком плане ну что они подумали на самом деле она сказала что ее родственники напуганы они боялись что во первых три подряд беременности во вторых не дай бог опять что-то произойдет что как она морально это и она потом сказала что кто-то спросил сколько и лет потому что быть мне кажется это нужно включить типа в этом интервью она сказала что и 43 года и она начал говорить о том что после 35 лет женщины типа уже подвержены больше всяким аномалиям при беременности вот своего сына которым то не может этого быть такого есть еще не 35 лет ну короче а это видимо про маленького мальчика вообще у него сына у аутизм у которого она рожала после 35 лет у людей такие вопросы интересные а во сколько лет вам диагноз поставили мне кажется вообще беременности как бы не иметь никакого отношения на данный момент мы спрашивали это все она все это рассказывала ну я еще раз говорю что это очень интересно в том плане вот а вы уже одна девушка начал расспрашивать а вы уже закупили все не закупили она на чем начинает рассказывать что мы горит в прошлых два раза мочи готовились мы все покупали вот так вот случалось горит а в этот раз мы решили что мы вообще ничего покупать не будем не подготавливать комнату вообще ничего да и тогда все это будет плюс у нее там свои какие-то проблемы по здоровью связанные с диабетом ну в общем было оно с одной стороны интересно потому что личную историю всегда интересно послушать а с другой стороны как бы очень грустная история наша потом профессор сказала что вы знаете как последнее время я все время на такие проекты звала почему-то говорит ну вот женщин с такой вот прям идеальной беременности все хорошо занимаюсь йогой до последнего месяца все у меня прекрасно а сейчас я подумала что нужно показать другую сторону беременности всего этого происходящего еще у нас были джордж его зовут я его сфотографирую потому что я потом в конце уже когда уходила видела что некоторые фотографировали мешочки набитая песочка да и на этих мешочках нарисовано как ребеночек выглядит вот допустим две недельки и вес песочка соответствует сколько он весит в определенном и плюс когда мешочек переворачиваешь нас сзади написаны интересные факты именно вот об этом периоде периоде беременности но это забавно особенно прям некоторые девочки которые ну видно что они очень-очень молоды да они двумя пальчиками там пытались это поднять интересно короче но что случилось про поспать я уже рассказывал кто смотрел раньше в логе что у нас есть женщина у которой 6 родителей там которые не и и отлета мужа него и она плюс еще работает почтальон и все решено ездит на вот этой вот машинке она почтальон в общем у нас осознала и учительница это видео что у нас осознала и в какой-то момент она не подышала и не спросила ты в порядке ангел я просто так устала она тогда смей все хорошо как я просто заволновалась что ты не двигаешься типа думала в общем она спала у нас в классе до конца парка до 4-10 когда стали блин все шуметь уже и подниматься уходи но это же это строгая учительница да которая там типа шаг влево шаг вправо типа приравнивается к попытке убежать и она так с ней спокойно разговаривала ноги типа хорошо говорит хорошо все в порядке просто я боялась потому что ты не двигаешься а так все хорошо что я сегодня выяснила мы сегодня изучали одного из теористов психологии у меня есть вот такая вот лекция о нем записано это нормально что саша у нас собирает все у него сейчас возраст такой но не то что собирает а вы знаете он складывает валентинки которые мы дарим в другом месте он складывает свои открыточки в третьем месте он складывает свои какие-то вот эти подарочки карандашики там все это и это оказывается такой период в взрослой во взрослении ребенка как бы да и какие-то вещи вот сегодня когда мы про это разговаривали я подняла руку были вы знаете говорю я говорю сейчас нахожусь немного говорю типа вот только в шоке говорю я этого никогда не да говорю просто у меня горю сыну шесть лет для меня горю немножко горит даже это как бы ну ну грис ну не то что говорю разодражает а я говорю не хочу я за порядок я не люблю лишние вещи какие-то в доме говорю а вот он складывать эти валентиночки гривен допустим мы ездили отдыхать в пау спринкс он собрал камешки он их сложил отдельно это камешки из пау спринкса гриву него прям все горит настолько организовано гриб плюс он все контролирует говорю я сегодня встал он не кит мама гайти по на четыре минуты позже ты проснулась горит а это нормально это сейчас такой возраст ведь не волнуйтесь к это закончится годам к 8 9 все в порядке а потом она спросила гайти по не хотел бы он иметь подработка организовывать ее типа личное пространство из вот так интересно сегодня плюс мы еще изучали ну лекции шагром на лекции 3 практически спорные часа мы разговаривали а а самоидентификации детей что ни в коем случае нельзя вот перечить и это уже в более взрослом возрасте когда вот они там ну допустим вот как раз вот у нас сашка пирожок да нельзя им говорить что он не пирожок или как одно время он грел я собачка нельзя ему говорит что он не собачка и рассказала тифани в общем с ней уже немножко как подружки становимся это женщина она тоже имеет детей в общем учитель в классе была категорически против ее никнейма вот как у нас сашка да у делать девочка придумала себе никнейм он ничего не обозначал он с детства он у нее есть и он грубо говоря набор каких-то звуков ну допустим скажем рапита да ничего не обозначает но для девочки она стала рапитой в доме на преподаватель вот встала на рельсы типа нет вот типа она не индифицирует у нас просто когда саша пошел в транзишенном киндергаден наша учительница сидит и записывается зачитывает александр поправский поправский и он по идее должен поднять ручку я в дверях стою потею потому что он-то себя как александр вообще не в курсе что он александр не ну сейчас уже в курсе но на тот момент нет и она несколько раз и тут я уже в короче вот как говорят курица на сетке это ворвалась красок и между накинет извините можно его звать саша хоть как у нас поэтому в красе курсаша у нас был бентли кто у нас еще будет таких и запоминающихся интересных у катарины тирекс был этот динозавр огромный мальчик тирекс был это просто из тех что вообще очень креативно подошли к созданию своего имени и как бы вопросов никаких нету и вот она говорит что ей пришлось писать письмо в начале она разговаривала с консультантом школе потом спит с директором школы а потом короче эту проблему решили разным ребенка стали называть вот этим в общем это очень интересно и знаете что я вот думаю да что наверное вот чтобы было какое-то осознанное родительство наверное надо давать женщинам возможность беременно пойти пройти может этот вводный курс всего чтобы потом не сидеть и не думать нифига себе и так можно или и так нужно было делать это очень короче начав учиться для того чтобы учить других детей понимаешь как учить своих и понимаешь что в каких-то моментах очень неправ вот такие дела еще один интересный момент да ну как бы честно скажу у меня этот момент всегда раздражал совет когда мне взрослые члены нашей семьи говорили относительно наших детей ну и что что плачет не надо приучать на руках тягать положи поплачет и перестанет так вот наша учительница так крикнула что нельзя это делать что я испугалась я просто стараюсь быстро записывать и я сосредоточена в себе я же так вот передернулась думаю чего горит так ни в коем случае нельзя детей по вот этой схеме оставлять что ребенок заплакал и к нему не подходят или типа отплачется и заснет потому что он в тот момент вот уже он где-то на уровне подсознания он теряет веру он перестает верить людям он единственное чем он может с тобой сейчас договориться это поплакать а ты к нему не подходишь ты не интересуешься и так что бабушка жди сегодня звонка и длинного разговора на эту тему это у меня бабушка теоретик в этом плане что но она и практик у нее же дети конечно есть ну вот у нее совет что не надо она все время что ты руки рвешь типа не надо на руках носить положи поплачет и перестанет у нас не было времени носить мы типа не загонялись так вот и выросло это несчастное поколение людей которых которым сейчас 60 лет и они никому не верят никого нет и не занимаются своими внуками это ты не будешь говорить некоторые почему мне кажется это некрасиво но некоторые не занимаются все занимаются по своей у вас с нервной по своей возможности но некоторые пишут в одноклассниках что типа я не должна заниматься детьми своего ребенка я с тобой полностью согласна мне это мировоззрение не нравится я не за то чтобы прям ребенка передарить родственникам все таки ребенок это твой ребенок и это интересно с ним заниматься интересно смотреть как дети растут интересно замечать какие-то какие-то вещи с ними интересно разговаривать нельзя так что выходные типа сдали бабушка должна и дедушка быть ребенка обязательно они так как твоя подружка рассказывала как ее подружка платит своей маме были что-то посидела со своей внучкой хоть как мы не будем никого обсуждать не так мы не будем обсуждать мы просто ну да я лично знаю ситуацию где мама сказала своей дочери когда той нужно было срочно очень срочно отлучиться что я согласна посидеть с твоим ребенком но только на том условии что ты мне заплатишь точно такие деньги как нянь и она была потому что сегодня не ее день был она сказала что она может быть дня она может сидеть внуком а по желанию б по определенному дню когда ну короче у нее есть свое какое-то правило и вот сегодня это выбивалось из права на сказал окей я приеду но только тогда когда если ты согласна платить мне как по часовой няне и за те часы что подружка отсутствовала дома она заплатила своей маме как как лям это да но это мне просто кажется это нехорошая ужасная ситуация мне больше импонируют бабушки которые как у сережиного друга есть пример которые звонят по скайпу и говорят как вы поражили ребенка не дождались пока вы позвоним все конец родственным связям мне больше нравятся такие бабушки вообще стану бабушкой перееду ведь мне не не закончил пойдем домашка ну что это был коллегский влог трех уроков вы были на канале задавайте вопросы пишите комментарии эти что нибудь спрашивают мы стараемся читать все комментарии стараемся на все комментарии отвечать ну и конечно подписывайтесь рассказывайте всем про наш канал делитесь с друзьями в сетях и мессенджерах не забудьте поставить колокольчик чтобы не пропустить новую серию и до встречи бай бай всем хорошего настроения пока 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 и 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